14 час космических рейнджеров ой господи санитаров подземелья конечно так осталось по моему на этой локации только одно здание которое я не посетил бить роджера получить у круглого маечку фантика я здесь я не понимаю где круглого-то искать убить роджера так убить роджера где-то на северо-западе локации давайте убьем убить роджера где-то вот здесь вот он обитает так через числе че это в казино его надо искать да пустя я же его убил по моему я кого-то там завалил помню богатого чего чувака помните я я у него просто тупо забыл забрать эту чертову майку а вот это это братья странно почему я раньше с ними не сталкивался я же вроде полностью защищал ну вернее осматривал казино а про них как-то забыл как напомню суть квеста нужно вернуть симпатичному пареньку фантику коварно уху ворованную у него майку с дырочками данный момент майка по словам фантика находится у хозяина клуба 69 круглого вот роджер так его охранников конечно предварительно было бы хорошо обокрасть но скорее всего не получится подозреваю что о смотри-ка получилось этот чувак будет вообще без оружия теперь драться я его обокрал блин а этот зараза обернулся ко мне так и второго чувака вооруженного ломом обезоружил а может мне и самого роджера удастся обезоружить нет не получается кстати я могу с его охранниками поговорить корыто а еще один соискатель ну возьмешься за работенку непыльную так чё за работенка что вообще-то у меня стоит задание как футболку добыть ну да давай для начала проверку на вшивость передай вот эти слова нашему человеку в пакгаузе веселый роджер не может больше плакать он начинает смеяться запомнил как передашь возвращайся ко мне окей я все сделаю так пока видимо убийство роджер откладывается новое задание передать фразу веселый роджер не может больше плакать он начинает смеяться человеку роджера с пакгаузе после того как пароль сказан нужно доложить корыто о выполнении так ну окей погнали в пакгауз передать на словах по двою фразу так это вот сюда покерри тебе чего дядя проходи мимо у меня сообщение от корыто да и какое веселый роджер не может больше плакать он начинает смеяться ну наконец-то то мы уже заждались спасибо брат то что передай корыту все оформим в лучшем виде и возвращаемся а и и и Так, у меня, кстати, я так понял, к дробовику нету выстрелов, да? Патронов-то нету к дробовику. Чем вооружаться-то будем? Обрезом, тоже 12-го калибра, тоже не буду спонтово. Пистолетом бешеный бык. Если что. Так, зарядить надо его. Надо взять в руки предварительно. Я чувствую сейчас непонятно, когда тут начнется замес. Все сделано верно? У тебя хорошая память, двигай к боссу. Окей. Роджер. Ага, коры-то тобой доволен. Нахваливает всячески. Шустрый ты малый. Итак, следующее дело за деньги. Возьмешься? Да. Есть у меня одна проблемка. Не так, чтобы большая, но все-таки проблемка. На другом конце улицы орудует некто Клайд со своей бандой. Ну уж очень он мне жить мешает. Я бы сам его грохнул, да... Ну не охота светиться. У нас вроде мир и все такое. А ты человек в городе Новый. Тебя мало кто знает. Если ты его уберешь, с меня причитается. Возьмешься? Да. Конечно берусь. Тем более, что я этого придурка уже отправил к працам. Круто. Вот твои бабки. Взять деньги и уйти. Ты получил 300 монет. Выполни на задание убить человека по имени Клайд и доложить Роджеру. Так, и что дальше? Блин, он сейчас повернулся. Я сам свяжусь с тобой, когда пока появится подходящее дело. Так, обворовал. Слушайте, но у меня есть задание убить Роджера. Я полагаю убить Роджера все-таки. Ну давайте я, короче, атакую, наверное, их, да? Встаем пистолетик. И начинаем пальбу. Бля. Бей! Бля. 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 так режим прицельной стрельбы давайте в голову что ли в голову попал ему так состояние пистолета 98 все хорошо голову отстрелил прикиньте роджер мертв ух ты вот это клетчатый закет стоит 900 850 монет надо забирать штанишки довольно дорогие у него так забрал так теперь надо вернуться пусть а где красная попка в господи красная вот это вот футболка то здесь дед на третьем этаже наверное я где тут где то надо убить этого круглого красной футболкой ушлый мужик это не он я ничего не понимаю получить укрожен круглого мальчику фантика где круглый то в том здании на юго-западе карты так он находится вот в этом здании а я кстати в этом здании получается ни разу и не был как ни странно так отдохнуть до полного выздоровления и опять ночью как я ненавижу эту ночь так неужели я тут никого не обворовал неужели здесь первый раз начинаем снова тогда воровать да ладно это это новый какой-то бар клуб 69 чё я здесь был по моему почему чуваки не обворованы нет я получать здесь первый раз начинаем снова тогда воровать так обрез иуда урон 10 20 ну однозарядные это неудобная штука чёрт подери так мне придётся опять бежать магазин Увы, ях. Так, обрез лучший друг, второй. Я думаю, что надо оставить, наверное, хотя таскать его тоже, винтарь забивать. Да, обрез, короче, я оставлю, пожалуй, ой, вернее, продам, нахрен. Не буду я таскать с собой кучу хлама всякого, просто у меня скоро напарник появится, мне нужно же будет его тоже вооружать. Ну, вооружим по ходу действия как-нибудь. Ключ банка. Ключ да есть право пройти в сейфовую комнату. Кустя, может мне в банк сдать, нахрен, все лишнее, а? Правда. Да нет, не буду сдавать в банк. Не буду. Нет, через этот сгод я не буду заходить. Зайду вот с этого, чтобы не... пицца. Я буду заходить в банк. из черного хода будем заходить обычно и Давайте с местными поговорим А вот тут уже новые реплики есть Что интересного расскажешь Белый человек зря приходить к негре Моя не злой негр А другой негры злой А не побить белый человек И сделать разное плохое Очень много белые люди пропадать в черный район Когда приходить сюда плясать И покупать кумар трава Моя не советовать твоя знакомиться с черной девушкой Потому что каждый черный девушка Принадлежит черный мужчина Опасный как 10 белый мужчина Или 100 желтый мужчина Если твоя хотеть пляска Твоя мочь осторожно плясать На наш негритянский танцпол Только твоя надо не сильно плясать И не раздражать негры Тогда негры не будут злиться И не побивать твоя ногами и руками На наш танцпол всегда много красивой девушки И громкие барабаны Великий Унган Жить внутри самый большой дом В северный город Это сильно красивый дом Очень высокий и страшный Только Великий Унган Никто никогда не видеть Простой негр не достоин видеть Великий Унган Чтобы не потерять свой душа Великий Унган Не надо выходить из свой дом Потому что дух Великий Унган Угнан Видеть через глаза любой негр Поэтому Великий Унган Всезнающ Иногда Великий Унган Вселятся в руки негр В ноги негр В голова негр Все думают Что это обычный негр А это не обычный негр Унган внутри Такой негр делать великие вещи Для свой унган Например Убивать белый и желтый сволочи Если твоя хотеть Раздвинуть горизонты сознания Твоя надо идти в магазин Точка Тут самый лучший выбор Хорошие средства Для улучшить жизнь Срочные погружения Скоростной спуск Кумар-трава И другое Моя ходить туда каждый день Чтобы жить хорошо Чтобы не думать О плохие вещи После магазин Точка Я всегда радоваться Что жить на этой планете Будь счастлив Белый человек Моя крыса-волк Ответить крыса-волк А сам испугался еще больше И убираться поскорее прочь По дороге встречать крыса-волк Павиан И рассказать Какой страшный зверь Он только что увидеть Павиан засмеяться Твоя глупый крыса-волк Ведь ты упустить Прекрасный кусок мяса Завтра наша Пойти туда вместе Поймать Да и съесть его Завтра отправятся Они за тушканчик А тушканчик в то время Как раз собираться Идти на луг Увидеть он на холме Крыса-волк Павиан И испугаться Побежать скорее к жена Там на холм Крыса-волк И павиан Там на холм Крыса-волк И павиан А не идти к наша Говорит Ох моя бояться Прийти конец для наша Твоя не бояться Ответит жена Твоя возьми детеныш С собой И выходить Только подойти Крыса-волк И павиан Твоя ущипнуть детеныш Пусть он заплакать Будто голодный Тушканчик так и сделать Взять детеныш Выйти навстречу Крыса-волк И павиан Когда крыса-волк Увидеть тушканчик Он опять испугаться И уже хотеть вернуться назад Но павиан Привязал его к себе На кожаная веревка Твоя иди со мной Тогда тушканчик Ущипнуть детеныш И тот громко заплакать А тушканчик Говорит Спасибо павиан Что привезти ко мне Крыса-волк Видишь Какой мой детеныш Голодный Крыса-волк Услыхать Такой жуткий слова Закричать от страх И броситься прочь Крыса-волк Долго бежать Через холмы и горы И волочить павиан На веревка Так прибежать он К себе домой И павиан За собой приволок Эта сказка Иметь важную мораль Не связывайся В жизни Струс и дурак Звероящер Гиена И крыса-волк Отправиться Один раз На охоту Вместе Добыть Свинобык Собака И кислотный Тушканчик Когда сесть Делить добыча Звероящер Говорит Крыса-волк Твоя возьми И подели еда Крыса-волк Говорит Надо поделить Добыча Чтобы для каждой Доставаться Доставаться Доля Которая Подходить ему По размерам Свинобык Достанется Крыса-волк Тушканчик Гиена А собака Для моя И крыса-волк Положить Туша-свинобык Перед звероящер Звероящер Рассверепеть Ударить Крыса-волк Хвостом И преломить Ему хребет Теперь твоя Делить Сказал звероящер Гиена Моя слушаться Повелитель Ответить хитрый Гиена И положить Вся добыча Перед звероящер Тусканчик Твоя съесть На завтрак Собака На обед А свинобык На ужин Такой делешь Понравится Звероящер Звероящер Посмотреть На гиена И спросить Кто научить Твоя Так мудро Делить добыча Переломанный Хребет Крыса-волк Ответить гиена В древности Собака Это был Неплохой Жизнь Но собака Подрался С крыса-волк И крыса-волк Убить собака Вошь Уже привыкший К перемене В судьба Залез на крыса-волк И подружилась Но потом Они повстречать Стадо Звероящеры Огромный Звероящер Убивать Крыса-волк Вошь Подумал Если хочешь Жить спокойно Нужно иметь Друг Звероящер Он больше Чем все Звери Он сильнее Чем все Звери Звероящер Никто не смочь Победить И Вошь Подружился Со звероящер Но трудная жизнь Вошь На этом Не кончился В лес Приходить Охотник И убивать Звероящера Вошь Растеряться Ведь она Никогда Не видит Зверь На всего Два ноги Она Долго Думать И понять Что если Этот маленький Двуногий Зверь Убить Такой великан Значит Он сильнее Всех И она Скакать За охотник До его Дом Но забояться Войти Внутрь И притаиться Поблизости Вдруг Вошь Услышал Шум Крики И увидеть Охотника Он убегал Из дом А за ним Бежал Женщина И бил По его Голова Черпак И Вошь Сказал Ну Наконец То моя Понял Кто Самый Сильный Это Женщина Вошь Поселился В доме Человек И подружился С женщиной Потому что Женщина Самое Могущественное Животное На свете Так Реплики У него Закончились Продолжаем Воровство Так Тут еще Один местный Уже Белый В городе Имеются Мастера Которые Способны Как следует Заточить Ножик Улучшить Характеристики Огнестрельного Оружия Поднять Прочность Брони Отдашь Им немного Денег Станет Проще Жить И общаться С людьми Тут Такие Кулибины Есть Закачаешься Люди Душа В свое Дело Вкладывают Живут Этим Так Ну эти Реплики Я уже Видел Время Я уже Может быть Уже Много Небаг Собираем Так, ну что, уже опять некуда складывать. Возвращаюсь в магазин. Так, 16 калибр, патроны разряжаем, естественно, перед продажей. Обрез Иуда, урон 10-20. Ну, вообще-то, это хреновенький. Подаем. Блин, все меньше места в инвентаре у меня. Надо где-то вещи складировать. Так. Так. Почему он одинаковые вещи не ложит рядом друг с дружкой? Я вот не понимаю. Время надо как головоломку разгадывать. Так, вот здесь, да, и отсюда начинаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, штаны довольно дорогие, цивильные. 450 стоит. Идеи надо брать. Ё-моё. Чё, мне опять, что ли, уже возвращаться, а? Ё-моё. Короче, знаете, мне придется все-таки в банке сделать хранилище. Придется в банке сделать хранилище предметов, потому что, как видите, оставлять на улице, и они пропадают, а там есть сейф. Потому что, ну, это не дело, это жесть какая-то. Сейчас пойду в банк тогда покупать ячейку. Потому что, ну, выкидывать продукты я не могу, потому что они мне могут пригодиться. А так, чё? Только вышел, у меня уже опять переполнено все. Так, погнал я тогда в этот... Погнал я в банк. Банк конкретный. Выкладывать продукты. Куплю я эту ячейку за 2000 монет. Куплю я эту ячейку за 2000 монет. Ммм, да. Вот этот ключ, я так понимаю, мне больше не нужен. Я его выброшу, наверное. Ключ банковский, потому что, видите, я в эту дверь уже зашел. Так, ладно, покупаем ячейку в сейфе. Так, отдать деньги, забрать ключ. Так, ты получил твой ключ. 2000 кредитов. Какой сейф? Какая ячейка моя-то? Это что ли? Мне нужны специальные ключи. А какой сейф-то? Я не пойму. Ключ от арендованной от тобой с сейфа. Который арендован. Это не открывается. Тот и так открывается и без ключа. Вот этот, что ли? Так, ну что сложим? Наверное, сложим самые крутые шмотки, а именно мясо. Про запас. Мясо это самая качественная еда. Давайте от мяса избавимся. Так, вот этот ключ мне больше не нужен. Так, что еще? Картоху оставим, наверное. Хлеб. Блин, ну хлеб это самый тоже беспонтовая еда. Давайте кукурузу. Кукурузу тоже выгружу, наверное. Вот как-то так. Хлеб пригодится мне, если с кем-то драться буду. Тут же постоянно какие-то стычки происходят. Так, теперь возвращаемся опять в клуб 69. Подождите, я сейв-то не закрыл. Может его надо закрыть, а то опять вещи пропадут. Давайте от греха подальше, я его закрою. Мало ли, блин. Субтитры сделал DimaTorzok Так, на ком я остановился-те? Кого я там обворовывал-то? А, вот у этого штаны я довольно дорогие. 360 опыта за эти штанцы получил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Так, заходим, да? А, подождите-ка, а здесь заперто. А как я должен туда попадать? Отмычка мне не открывается, что ли? Так, мне нужен специальный ключ. Подождите-ка, что-то я не понял. Вот эта дверь открыта, значит, мы туда идем. Да, блин, подождите-ка. Почему он идет через закрытую дверь, если, блин, там есть открытая? Я не пойму, блядь. А, друзья, нет, я туда никак, что ли, получается, не могу попасть. Только вот через эту дверь, но там бармен, зараза, перегородил. Сука. Нет, тут не пройти. Может быть, его можно попросить отойти в сторону? Нет, такое невозможно. Приветствую, уважаемый. Смотрю, вы не из этих мест. К сожалению, хозяин заведения сейчас отдыхает и не может пообщаться с вами. Что вам угодно? У меня срочное дело к Круглому. Я должен его немедленно увидеть. Проходите. Вот тебе и бармен. Подставил своего хозяина. Круглому, кажется, хана. Круглому, кажется, хана. Круглому. Продолжение следует. Круглому, кажется, хана. Многие vive цепoco, материю, воды... Опыт прет рекой Так, круглый где у нас? Вот круглый Так, круглым займемся в последнюю очередь Сперва все обворую здесь Так, запертый сундук Справимся Так, одежда для гомосексуалистов Но в том числе пистолет-дурак Вот он представляет ценность Ценность для продажи, естественно, не более Так, одежда для гомосексуалистов Так, ну что, даже пришла пора заняться круглым Спарки и Зюзя Не знаю, давайте попробуем их обокрасть Фу-то, я их уже обокрался Они голыми руками со мной будут драться Круглый Ух ты А вот это знаменитая майка-фантика Одежда гомосексуалистов-протитуток С дырочками Все как положено Только, блин, она не помещается Зараза Так, надо вручную Место под нее освобождать Так, маечка забрана Его, получается, можно и не убивать В принципе, все Просто забрал и майку, и все Зачем его убивать Перед тобой пухлый невысокий человечек С румяными щеками Одет ярко и радостно Особенно хороша красная майка Со множеством дырок Невероятных размеров В этой майке Хозяин заведения 6-9 Круглый Выглядит как полный идиот Смотрю, вы у нас впервые Милый человек Чего изволите Майка у тебя круглый Совсем прохудилась Дырявая в ста местах А ты ее не замечаешь Неприлично в такой ходить Отдай-ка ты ее мне Не позорься Лисо Круглого Замирает в неподвижности Он потрясенно хлопает Вытраченным глазами Да ты Чтобы ты понимал В красоте, дурилка Зюся, Спарки Удалите отсюда Этого проходимца Он в нашу теплую компанию Не вписывается Покинуть заведение По добру, по здорову То есть я не буду С ними драться В принципе И что Зачем убивать людей Если они мне Ничего такого не сделали Так Отдаем эту футболочку Пантику Держи Отдать майку Добытую у Круглого Забирает майку Смотрит восхищенно Ты мой герой Никто не мог помочь Ни смотрящие Ни близкие люди Ни Господь Бог А ты смог Спасибо Проси чего хочешь Я очень способный Вот только денег У меня совсем нет Ничего мне у тебя Попросить Нечего мне у тебя Попросить Сладкий мой Гуляй Будь осторожен Не влюбляйся во всякую мразь Покеда Штат опыта Выполнено задание Получить у Круглого Маечку фантика Так Так Что мне еще осталось В этой локации сделать Так Ушлый мужик Это Ограбление Банка Не варик Банк Ограбить Ограбить чувака Тоже не варик Так Мне сейчас нужно Скинуть Скинуть Вещи Наверное Мне в принципе Сейчас надо А давайте Сдадим квест Убить Клайда Я уже И Клайда И того убил То есть Возвращаемся Значит Сдаем квест С убийством Клайда И Джокера Не понял Не понял Кэт квест Уже Выполнен Так Убить Роджер и Клайда А вот сюда Дуем Так Сдаем Квест Убийством Но Тот чувак Мне 10 тысяч монет Обещал Но Наверняка Он меня обманул Сейчас узнаем Потому что Какой-то он Совсем не похож На Против Сплатежспособного Прэнки Юла Ну что Какие новости По нашим друзьям Готово Деньги Давай Отлично Отлично Наконец-то Эти сволочи Получили по заслугам Правильно Говорят Бог правду Видит Ты это Давай ближе К делу 10 тысяч Сюда 10 тысяч Затем тебе Такие Какие-то Паршивые 10 тысяч Ты завалил Этих уродов И Никому Теперь Некому Теперь Держать Улицу Грёз Отличная Вакансия На которые Ты можешь Поднять Значительно Больше Чем 10 Тон Зачем Тебе Мои Деньги Когда Ты можешь Спокойно Заработать В 10 Тера Больше Я Свободный Художник Пасти Барыг И шлюх Не мой Профиль Деньги Давай Да что 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 За гнида Такая Неблагодарная Я к нему Всей Душой Отлаженный Бизнес Предлагаю На все Готовое Завод А он В ответ Такое Правильно Говорят Куда Солдата Не целуй У него Везде Жопа Получай Сука Фрэнк Бросается На тебя С кулаками Ты на кого Прыгаешь Кот Помойный Изготовиться К драке Так Ну 500 опыта Я получил Давайте Зарежем Его Холодным Оружием Чтобы Немножечко Помучился Перед смертью Одним Ударом Что А нет Критический Удар Вот и все Ну и я сразу Что-то чувствовал Что он Обманет Смотки У него Дешевые Как я понимаю Да Смотки Дешевые Так Здесь Кстати Откуда Здесь Здесь Торговец Какой-то Есть Синяя Точка Здесь Ну ладно Далеко больно До этого Торговца Идти Короче И этот Квест Завершен У меня Так Найти Священника На городском Рынке Я еще не был На городском Рынке Убить Мастера Дзен Из деревни Циньту Я еще Не упокидал Город Чтобы его Убить Привернуть Дело В банке Ну В банке Я уже говорил Это нереально Так Ну что Тогда Остается Блин Мне надо Скинуть Товар Все-таки Освободить Инвентарь Мне надо Давайте Я к торговцу Все-таки Забегу Так Сколько нам До следующего Уровня Ооо Осталось Всего Полторы тысячи Очков У меня Следующий Уровень Будет Спрятал Оружие А то Запрещено С оружием Бегать По улицам Как штанцы Цивильные Уровень так подождите а почему у меня фигурка петуха до сих пор почему у меня до сих пор в инвентаре фигурка петуха я же вроде этот квест сдавал то есть относил эту фигурку и понятно странно ну-ка давайте посмотрим список вас почему ограбить косаря убить мастера дзен встретить резидента в городе северном странно фигурка петуха у меня осталось на месте бред какой-то так ладно идем короче в район белой пристани это новый для меня район и там еще ни разу не был ты новый район тут кстати ни одного квеста у меня активного пока что нету местный день добрый чего надо белый человек чего интересного расскажешь так эти реплики я уже слышал что ты блин будешь делать а заколебал так хочу за здание склад друг не открывается вот обворованно вот обворованно Так, следующее здание. Еще один склад. Так, интересно, здесь есть вообще торговец? Или мне надо опять в другую соседнюю локацию каждый раз мотаться? Блин, прикиньте, на этой локации нет ни одного торговца. Да, мне надо походу навык воровства и взлома качать, потому что, видите, со многими очень кундуками я не могу справиться. Давайте дождемся все-таки, наверное, утра, что ли. В темноте бегать надоело. Продолжение следует... Так, довольно дорогой клетчатый жакетик. Забираю, пожалуй. Так, ну забирать-то вообще-то надо все. Идея. Чтобы опыт получить. Так, новый уровень. Видите, на воровстве поднял новый уровень. Слушайте, у меня пока с тяжелым оружием я не сталкивался, да? Поэтому давайте я все-таки качну, наверное, ловкость рук, продолжу качать. Правда, это теперь уже двойных... Подождите, или все-таки нет? Это все-таки двойных очков стоит. Ладно, давайте тяжелое оружие. Хотя, блин, у меня... Я с тяжелым-то еще дело не имел. Ну ладно, заранее будем качать тяжелое оружие, окей. Бои это единственное средство достижения победы в бою. Какая-то автология. Неграмотно написанный текст. В драке тогда уж сказал бы. Да я успел их обворовать, я не помню. Так, ну что, придется возвращаться опять к торгашу. Продолжение следует... Так, ну что, мне придется куда-то идти разгружаться. В сейф, наверное, придется идти. Придется двигать в сторону сейфа, друзья. Надо освобождать еще место. Двигаем к банку. А где банк-то, я не пойму. Банк конкретный. Освободим. Надо хотя бы, чтобы две трети свободно было. Продолжим в следующем части. Всем пока.